Вот мы на лагерном пруду, где крещение проходит. Можно даже показать где. Вон оно где. Кое для кого это место роднее самого родного будет. И в судный день покажется. Вот наши ребята тут работают. Вот какая уже глубина. И все еще надо удалбивать, чтобы уровень зеркала воды было до нашего пола здесь не больше 20 сантиметров. Вот работает Кирка и Володя. Кирку пришлось не натащить. Я главный тащильщик. А работник самый главный Володя. А я тут так только. А вот Никита. Сечка. Покажи-ка сечку. Подними ее маленько на уровень, чтобы увидели как она. Видите, топор и как он приварен. Не поворачивай сейчас, посмотри. Ну и нормально очень. Так, покажи-ка свой инструмент. Товарищ, покажи. Вот она как. Я его натащил. Ты чувствуешь, как он теперь? Да. Хороший. Так что не играй тут. Ну а Сергей Павлович выкидывает. Давайте вот до середины. Кто из вас быстрее дойдет в соревнования сегодня? Сегодня у нас какое число? Там написано. Написано. Семнадцатого, наверное. Почему? Двадцать. Двадцать четвертая там. Двадцать четвертая. Маленько ожився. Вот так бульдозер закатал, не прорубишься. И чем тверже здесь под ним, труднее, тем лучше. А где слабо, там вода может промыть. И вот тут надо лаги закладывать антисептиком пропитанные. Он уже знает, как делать, да? Смотри, Никиту только не брякни. Никита, иди на тот конец, я тебе всегда говорил. Никита, не искушайся, на самый конец. Вот так, отсюда бей. Нечаянно заденете друг друга, не дай бог, тут тогда будет плащ и рыдание, и вопль великий. Сергей приехал к нам сюда после операционный период. Это самый ему для болячки деликатес. Вот, посмотри, Никита, там. Чего, Володя, посмотри, желтый там, что. Во! Это корень солодки какой. Сейчас только нашли, покажи, какой у тебя в кармане. Как морковка. Во, покажи. Вот он. Это бульдозер волок. И из камней, которые на волоках на берегу растет, корень солодки. Против него воет. Вон там еще полный карманы. Карманы все. Корень солодки везде гожит. А о которых нету, они воюют против него, чтобы химию протолкнуть. Корень солодки 3000 лет уже используется в Китае, в разных странах. Успокаивающий. Его добавляют в самые горькие лекарства. Оно никак не вредит. Никак. И вдруг я вынесу, что такая мощная кампания, ну, как против меня, у врагов христовых. СД. Сатана, дьявол. Он борется. А мы вот работаем, кое-что находим. Ну, смотри. Как. Ну-ка, Никита, не отставай. Давай. Ты сказал, что кирка – это как игрушка. Конечно, у них захват меньше. Ну, я думаю, ты быстро отрекешься. Отречешься от этого. Не игрушка, сознайся. Нет, не игрушка. А! Нет, нет. Ну вот. У Никиты нашлись жалельщики, желающие его укоренить в его дебильном состоянии. 26-летнего инфантильного отрока. Вы не забывайте, три года, четыре года за плечами у него компьютерных игр, наркомании и прочее. И вытащить из этого состояния – это не так-то просто. Вот так, видишь, у него уже и рука даже устает. У него к осени так самые мускулы будут. Дрова научатся уколоть, как Володя. Вот так. Мы можем конкретно показать. Пускай наши враги покажут, что они полезного делают. Люди получают что-то, а мы не получаем. Мы свои средства вкладываем в то, что работаем. Громадное средство вкладываем. И работаем с утра до глубокой ночи. И притом ни копейки никто не дает. А платим сотни тысяч, чтобы следующему поколению было хорошо. А так глубокий пруд будет, значит, не будет промерзать. Можно запускать будет рыбу настоящую. А тут кроме гальяна, до карасика ничего и нет. Все погибает. Смотри, Володя, только не тресни Никиту. Ты, Володя, слышишь меня? Да. Никита, переходи всегда на другую сторону маленько. Береги сам себя. Ты нужный элемент в этой колеснице. Видал как? Вот он как. Сергей Павлович. Выматывает. Вот это какой вал уже наложили. Это вручную. Мы второй день на этом пруду. У меня желание сегодня закончить его подготовку. То, что перейти на следующий. И когда привезут доски лес наш, начать работу сразу. Во всех направлениях. Много очень надо уталкивать. Толкушкой. Вот он где. Дамба идет. А это опять морозь. Солнышко морозь. Солнышко и морозь. Непрерывно. Весь день. Только разденемся. Опять одевают ребятки шинель. Володя, морозь начинается. Шинелку надень. Беги быстрее. Башня Соламска не видно. Быстрее. Надень. Морозь настоящая. И какие послушные ребята. Только сказал слово. Вот Ава, Дорофей, Досифей. Они еще поучились бы здесь. Так тут Слово Божие изучается каждый день. По святым отцам. По канонам. А эти буйные. Это СД. Они ничего не делают. Они не могут показать ни одного движения, которое было бы у них бесплатно для людей.